Начальник городского управления УМВД России Игорь Васильевич отчитался перед депутатами о работе ведомства за прошлый год. Увеличилась раскрываемость убийств, грабежей, квартирных краж и разбоев, но в то же время выросла на 10% подростковая преступность. На сегодняшний день для нас проблема это работать с несовершеннолетними. Сейчас мы большие усилия предпринимаем. При реформе мы потеряли инспекторов в школах, есть выходы, есть забайкальский опыт, там где в школу вводится заместитель директора по общим вопросам, который будет непосредственно заниматься и взаимодействовать с полицией. По итогам выступления Игоря Васильевича депутаты задали много вопросов, в том числе об игорных заведениях. В прошлом году было изъято 200 игровых автоматов, а в этом уже более 300. Но такие меры не приносят результатов. Вскоре после визита оперативников игровые клубы снова начинают работать. Депутаты попросили полицию разобраться с этой проблемой. Мы видим с одной стороны, что идет интенсивная работа по их закрытию, а с другой стороны они растут как грибы. Поэтому мы сегодня обратили внимание, я думаю здесь и мы отдельно предпринимаем меры, чтобы показать поддержку и помощь. Также народные избранники затронули еще одну больную тему. С закрытием в отрезвителе меддела с изрядно подвыпившими гражданами приходится дежурным врачам. Сотрудники полиции нередко выгружают людей в состояние алкогольного опьянения прямо на улице. Как, например, это было у седьмой городской больницы в минувшие выходные. Мужик, вставай! Вставай! О том, что рядом с медучреждением прямо на снегу лежит человек, медики узнали от прохожих. На объекты социального значения, это в первую очередь больницы, зачастую требуется помощь милиции. И попросили, чтобы полиция периодически заезжала на эти объекты и могла поддержать вот те службы, которые там экстренно работают круглые сутки. Эти и другие проблемы медучреждений теперь будет решать врач седьмой горбольницы Артур Фокин. В качестве депутата он принял участие в пленарном заседании впервые. Народные избранники большинством голосов приняли его в состав Комитетов по социальной политике и законности.